Мгновение Сказкою рассказать не берут Как в глазах твоих ласковых светится грусть Ничего не кончается Ничего не кончается Ничего не кончается С расставанием во мне А деревья кончаются А деревья кончаются А деревья кончаются В голубой высшем Ничего не кончается Ничего не кончается Ничего не кончается В нашей жизни с тобой И мы сейчас проводим серию встреч С людьми, кто вместе с ней работал С родными, кто дружил с ней И наше интервью Мне хотелось бы начать с вопроса Такого Скажите, пожалуйста, из детства у вас Какие остались самые яркие воспоминания Вот помню, была передача Тубра Утро На Первом канале Куда вас пригласили И вы там рассказали эту историю Когда вы пошли гулять с Валей И наступили в лужу А она потом немножечко поругала вас Помните такое? Конечно Разве можно забыть То, что связано С твоим Вообще Становлением человеческим И вообще Что такое Твоя жизнь Что-то помнится, а что-то нет Но какие-то яркие вещи Они остаются Никуда не деться Я не очень-то послушным Был ребенком И мне всегда Доставалось на орехи Потому что Примером Валя была Так как она была девчонкой И с ней не было Таких проблем Которые возникали у меня Вот И Конечно Я был непослушным И не очень усидчивым Не обращал внимания Делал свои ошибки Хотя меня предупреждали Что вот такая может быть ошибка А я все равно Продолжал И обязательно совершал ее И обязательно Это кончалось Какими-то такими Неприятностями Или Меня ожурили Или иногда Всыпали Но бывало Все Это жизнь Никуда не деться Вот То есть Вот вы пошли гулять И она Пошел гулять Она меня предупреждала О том Что вот Лидок Еще не настолько Промерзла Чтобы до конца Лидок Он провалился И Ну а тут Подскользнулся И растянулся И в общем Весь как В обновленном состоянии Да А как же ты так сделал Ну почему ты не слушаешься Ты же маму Заставляешь стирать Вот для нее Уже тогда была мама Одним из главных Людей в жизни Ну наверное Это вот так Как-то Вот Потому что для мамы Валя была тоже Главным человеком У них это Как два звена Одной цепи Были Валя была очень послушна В детстве Да То есть Все какие-то Валя была послушной Были обязательно Да Наверное Ну у каждого Уже вот происходит Вот этот момент Становления Момент Немножко перерастания Из одного состояния В другое И вот я помню Что какие-то моменты Когда Особенно тогда Когда мы жили Вот на этой Новой улице В Ховриной И напротив Был студенческий Городок От Темирязевской Сельскохозяйственной Академии И Гидромиллиоративного Института Какого-то там Там несколько Институтов было И Домов Наверное Шесть Было Или семь Одинаковых Немцами Строенных Домов Они Зимой То очень Холодные Были Домы эти Потому что Когда я подрос Я уже начал Приходить туда Вот к этим студентам Это было интересно Мне Тогда я помню Впервые у них По радио Услышал Главное Ребята Сердцем не стареть Потому что радио Не выключалось Никогда И вот эти песни Которые Начинающие Александра Николаевна Пахнута Свои песни И Мы Пели это С удовольствием И они Подпевали Студенты Как-то так Мы были Дружны И Вот Вы говорите О том Что Валя Валя Тоже В период Становления Девчонка Она была Очень красивая Красивая С осанкой Такой На нее Обращали Внимание И Получалось Так Что На закате Солнца Во второй Половине Дня На Стену На окна Вот Этих студентов Солнышко Падало При закате И Получалось Что Они могли Зеркалом В наши Окна Светить И они Так договаривались С Валей Потому Что На нее Обращали Внимание Если Она Выходила Они Свистели Что То Такое А Маме Это Не Нравилось Ну В общем Все В порядке Было Спасибо Валя Даже Влюблялась Как Эдмундас А Бабушка Его Звала Ведьма Эдма Эдма Валя Его Звала Эдма Ей Нравился И Она Ему Нравилась Но Как То Не Переросло Потому Что Житейские События Другого Характера Поменяли В жизни Какие То Моменты Это Было Как Раз После Одиннадцатого Класса Или В Одиннадцатом Даже Классе Надо Было Задавать Экзамены Это Немножко И Потом Надо Было Поступать Куда Дальше Образовываться А В школе Какие у Вали Были Любимые Дисциплины Русский Язык У нас Была Причем Я же Ведь Так Получилось Что Я На Три Года Младше Но Учились Мы Одних И тех Педагогов Вот И Они Меня Сравнивали С Вали Ну Почему Ты Такой Ты Совершенно Другой Как Будто От Раз Теперь Сделаешь Я Такой Она Такая Вот Отец Например Я Помню Что Вот Он Когда Я Начал Заниматься Пением Слушать Меня Да Но Не Валя И Вот У него Сравнение Было Всегда Сравнение Ну Пока Валя Не Догнал Я Говорю Папа А что Я Должен Ее Догонять Я Должен Сам По Себе Быть Ну Как Можно Объяснить Человеку Если Когда Она Пела Обязательно Какие-то У него На глазах Всегда Были Слезы Отец Очень Любил Слушать Валю Приходить На концерты Такой вопрос Когда Пришли Отбирать Детей Из Центрального Дома Детей Железнодорожников Валя Сразу Загорелась Желанием Туда Прийти Нет Ее Отобрали Но Надо же Было Через Родителей Это Делать Как Это Отпускать Ребенка На Три Года Раньше Если Я Поступил Где-то В Десять Лет В Хор Она На Три Года Раньше Хотя На Три Года Это Было У нее Было Тринадцать Лет Тоже В Десять Лет Отпускать Девчонку На Электричке Ехать От Ховрина До Комсомольской Площади От Комсомольской Площади На Новую Басманную Улицу Идти Там Тоже Не Было Такого Никто Не Думал Что Опасно Просто Переходить Улицу Это Было Опасно А С Людьми Нормально Ни у Кого В голову Не Приходило Обижать Ребенка Теперь Такой Вопрос Скажите Просто Трудно Ли Пришлось Водителе Масильевне Когда Она Начала Работу В Вокально Инструментальном Аркете В 66 Да Конечно С Уровнем Образования Несмотря На То Что У нас В Хоре Занимались И Музыкой С нами Типа Сальфеджо Что-то Было Не только Распевки В Хоре Индивидуальные По Группам Детишек Подбирали Голоса Альтовые Первые Сопрано Еще Мальчуковые В смысле Хоть И дисконт Но Все-таки Более Низкие Партии Пели Ребята Не было Того Уровня Который Начался Когда Даже Она Поступив На Дирижерско-хоровое Отделение Института Культуры У нее Не было Того Уровня Который Нужен Для того Чтобы Петь Сразу По Нотам С листа Не было Такого Это Спасибо Большому Юрию Сергеевичу Саульскому Он Заставил Я помню Приезжали Ребята Из Ансамбля Она Занималась Очень Много Очень Много И Когда Я Поступал В Училище Я С Этими Же Ребятами Я С Ребятами С Этими Же Занимался Тоже Для Того Чтобы Поступить В Училище Это Не так Просто И Это Не Сразу Пришло Вот Ее Умение Читать С листа Читать С листа Как Ты Читаешь Буквы У меня Например До сих пор Я должен Обязательно Подумать Потом Только Могу Обязательно Должен Сначала Тыкнуться А тут Сразу С листа А вам Приходилось Бывать На концертах В Ю-66 Конечно И много Раз Я Я вспоминаю Был такой Саша Вендин Баритон Потрясающий Красоты Голос Потом Я с ним Участвовал В концертах Работали В Москонцерте И в концертах И Он в конце концов Уехал В Израиль И Растворился Как-то так Судьба Так сложилась Вот Потом Я Видел Слушал Как Олег Ухналев Первые шаги Делал На Сцене Начинал С В Ю-66 Много Много Вообще Певцов Было И каких Муллерман Там же Муллерман Пел Еще Не было Тогда Той Славы Которая Пришла К ним По Праздникам Когда Они уже Соль На столь Соль Да Но Первые шаги Они начинались Именно У Юрия Сергеевича Саульского КОНЕЦ Валя в этих концертах какие-то сольные песни исполняла или все-таки в составе? Ну, сначала, конечно, в составе ансамбля, оркестра, но потом все-таки Юрий Сергеевич ей разрешал какие-то вещи петь. «Ой, не растет трава зимой!» Вот это вот, я помню, это было. Руссконародная, да. Да, это было. Это было там. Саульский. Первое произведение, которое при мне было написано, то есть я был не участником, а свидетельством. По приезду из каких-то гастролей он вдруг написал, проиграл «Енисейские жарки». Вот это была песня первая, которую он, так сказать, разрешил исполнить Валя. То есть она уже выросла до какого-то сольного исполнения. Он первопроходец был, вот он, первооткрыватель ее был в этом смысле. Спасибо. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, как Вы считаете, по каким причинам распался ВИО-66? По каким-то объективным, да? То есть уже каждый нашел свой путь или какие-то еще были обстоятельства внешние? Много обстоятельств. Мы можем и не, так сказать, не зафиксировать, пропустить что-то, то, что являлось отправной точкой для того, чтобы распад состоялся. Многое. И, во-первых, наверное, по части неустроенности репетиционных бас. Это тоже очень важно для оркестра, который не только оркестр, он же не только ансамбль, но и там и хор был. Там много народу было, служило. Там был такой замечательный Александр Мульт, сейчас Жеромский, Александр Жеромский. Вот он потрясающе, один из первых людей, который пластикой показывал, что такое пластика. Вот я тогда был просто удивлен, для меня открытием было, что темам можно выразить какие-то вещи. — 71-й год, да, и Валентина Васильевна начинает поиски уже своего пути. — 71-й год — это... — Ну, пять лет, пять лет. — Год. — Вью-66. — Да, год расхода. — Да. — Год разъединения. — Да, расставания. — И она, когда долг, не долг за квартиру, а за квартиру же надо платить, ты там живешь. — Которативно. — Да, тебе, конечно, ее оставили. И Юрий Сергеевич в этом смысле, дай бог ему, он порядочный человек был. — Как каждой супруге оставил квартиру. — Да, он заслуженный строитель Советского Союза был, потому что он каждой жене, которая оставалась после него, давал квартиру. — Он потрясающий человек был, удивительный человек, праздник, вот всегда я, как он... Мало, таких людей мало, вот таких людей такого уровня мало. — Ну, все где-то и похожи, и в то же время очень разные. Но вот он был не похож ни на кого, и во всем был единицей. Очень веселый человек, очень человек праздник. Валя тоже праздник была. — Конечно. — В этом смысле они были... Он как-то не заморачивался какими-то вещами, о которых мама могла печься. — Ну, рубашка грязная, давай новую купим все же. — Мама. Она же... Юрий Сергеевич, за Юрием Сергеевичем, он всегда был признателен, вот первая моя, говорит, первый человек, вот из, так сказать, из тех тещ, которые ему довелось, забытность, которая следила за ним, которая вот там, чинила ему что-то еще. Мама очень в этом смысле была, очень такой человеком, очень заботливым. — Да. Спасибо. После ухода из вируса Шейфа Васильевна пыталась создать свой квартет, который назывался «Иван де Мария». — Да. — Там было четыре человека, четыре девушки. — Да. — Долго он просуществовал? — «Иван де Мария» — это было не четыре девушки, это было два мальчика и две девочки. — Да, две девочки. — Виновата, все правильно. — Я не думаю, что это могло бы быть, потому что жизнь, она же ведь не терпит безденежья. — Конечно. — А необходимость. — Вот это, наверное, самые тяжелые годы у Вали были. Потом это переросло в какой-то катар-желудка, и ее увлечение потом сыроедением. И где-то к 75-му году это немножко… Потом, наверное, это все-таки было взросление человеческого как личности, взросление по физиологии. Ну, юношеские бывают вот такие вещи, связанные с желудком, то есть язва желудка юношеская. Вот, наверное, у нее тоже было, потому что это… Но всю жизнь она не разрешала себе, она блюла, помня о том, что в свое время она вот переболела вот таким вот… Я помню, насколько это серьезно, вообще мама-то она следила за здоровьем у Вали, она не позволяла ей… Как же ты будешь руками? Нет, тебе нельзя ничего мыть. Я помню эти горы посуды грязные, потому что у Вали были… Люди приходили, это центр города, из театра, после концерта приходили отдохнуть, расслабиться. Горы посуды и тараканы эти везде… Да, было такое. Но, мама, настолько она вывела все… Я всегда тоже участвовал в этом, потому что помогал во всем, всегда. В 1971 году Валентина Васильевна помог очень композитор Илья Катаев, который ее пригласил исполнить песни и вокализы в первом советском телесериале «День за днем». А участвовала Валентина Васильевна в его авторских концернах, уже как сольно… Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что в Советском Союзе была такая замечательная организация такая была, «Бюро пропаганды советской музыки», где все композиторы могли получить помощь. А помощь выражалась в том, что им предлагали концерты. Договаривалось это «Бюро пропаганды советской музыки» с какой-либо филармонией о каком-то количестве концертов. У каждого артиста, у каждого композитора была ставка, разовая ставка. Например, я начинал… Кто-то начинал с пяти рублей, кто-то начинал с восьми, у кого-то восемь пятьдесят. И потом, по прошествии какого-то времени, ты мог опять на увеличение этой ставки. Я начинал с десяти рублей, то есть у меня была очень большая для человека, который еще не выступал, но ставка у меня уже была через «Бюро пропаганды советской музыки». Была вот эта ставка у меня. И Валя с пяти рублей начинала. И как выживать? Выживать надо было. Что же делать? Надо было кушать, надо было платить за квартиру, надо было одеться. Все эти требы, они никуда не делись, до сих пор существуют. И надо было, при маленькой ставке, надо было большое количество концертов делать. Вот. А так как она жила в доме, в котором жили композиторы. Илья Акатаев. Рядом дом композитора был, такая же точно башня. Это уже по Садовому кольцу. Дом композитора там Хагагартяна жил. Там Геннадий Глаков жил. Огромное количество композиторов, которые в то время работали. И выучивали какие-то произведения и ездили с этими композиторами. Композиторы раскручивали новых исполнителей. Ну, если они интересны были. А исполнители раскручивали их произведения. Вот. И когда вот случалось это вот, синтез вот этот, проникновение друг в друга и понимание друг друга, то чего хочет композитор? А как может это сделать певец или исполнитель? Вот насколько это было. Вот эта дружба, она, понимаете, она вот там складывалась. Если исполнитель интересен был композитору, то композитор приглашал его в этот же бюро пропаганды. Оно не только же действовало по России, по Советскому Союзу. Оно и в Москве делало концерты. У кого-то авторские концерты были. Кто-то начинал своих. Опять автор приглашает своих исполнителей, в которых он уверен, что это произведение будет не загублено, а, так сказать, пойдет кверху, станет любимым для слушателя. Это очень важные такие штуки. Вот. И Илья Катаев. Особо он, когда спела Валя, стою на полустаночке, конечно. Не только вокалисты, которые великолепно спеты были. И вот. Я ночью шла по улице. Да, да. Вот эти песни. Ты прости меня, дерево. Да. Эдуард Успенский в это время появился тоже. Вот благодаря... Вот эта дружба одних людей перерастала в дружбу с другими людьми в других городах. Вот как это получается? Так оно и получается. Например, у меня получалось с Владимиром Григорьевичем Газаряном. Мы много концертов с ним отработали. Вот таким образом. Замечательный человек. Я с ним до сих пор поддерживаю отношу. Сергей Васильевич, в 1972 году Валентина Васильевна исполнила в авторских концертах Льва Ашамина и Павла Аданинска. Соответственно, «Ах, Наташа» и «Серебряные свадьбы». Ну, «Ах, Наташа» — это же Ашанинского песня. Ну, имя, что был авторский юбилейный концерт Льва Ашамина. Вот. Лев Иванович Ашанин попросил... Ему настолько нравилось Валенное исполнение, что он попросил Владимира Яковлевича, Володь, ну, дай ему песню. Хорошую девчонку, симпатичную. Смотри, как Лев Иванович вот такой мужик был. Если ему нравился человек, он готов был душу отдать. Вот настолько он был просто. Вот, не нравилось ему Валя. Ну, Шаинский, ну, вот у меня есть песня. Ну, спою «Отпускай». Ну, отпускай. Наташа. Что там произошло у Валя? Как это? Вдруг песню три раза бесировали. Три раза не отпускали. Оставили три раза петь подряд. Это редко вообще делают. Да, в колонном зале. Зал один из главных, в то время площадок был. Вот это было очень необычно. И мама была на этом концерте с отцом. И вот они вот... После этого Валя пошла. После этого. Вот именно после этой песни. Несмотря на то, что Павел... Нет, еще не было спетых серебряных песенов. Правильно. Они были спеты в августе 72-го, когда был его авторский. Они были в одно время, но они были в разные числа. Вот так. А почему, с вашей точки зрения, серебряная свадьба не попала в финал песни 72, а только в финал песни 73? То есть все-таки надо было какое-то время, чтобы песня себя зарекомендовала. Это так. Наверное, это многое зависит еще и от композитора. Насколько он настойчив в том, что... В защите своей, так сказать, своего произведения. Ну, я не знаю про Павла Кузьмича. Он очень Валю любил. Очень любил. Его жена Валю очень любила. Тоже Валентина. Потрясающе. И вторая жена Валю любила. Павел Кузьмич очень просто... Считал, что это его счастье просто то, что Валя появилась. Такая певица появилась. Ну, я, например, сейчас слушаю Валю, я до сих пор понимаю, что это... Ну, это просто недосягаемо. Это недосягаемо. Конечно. Да. Просто недосягаемо. Сергей Сергеевич, вот в первые годы работы Валентины Васильевны, уже сольной работы, у нее было два замечательных, легендарных человека-аккомпаниатора. Это Леон Аганезов и Давид Ашкеназий. Что-нибудь расскажите о них. Какие у Вас были? Леон Аганезов. Первый, конечно, у Саульского появился. Он еще тогда. Еще тогда я его узнал и тогда познакомился. И... Ну, пути у каждого же свои творческие пути. И каждый, в общем-то, если он чувствует, что он может больше заработать, конечно, он пойдет туда, куда больше получается. Никуда не деться. Это нормальное человеческое явление. Вот. А самое главное, что при этом оставлять в себе то чувство, которое в тебе родил человек. Вот. Я много раз в этом убеждался. И... Ну, не все это оставляют. Много убеждался и в том, что как будто забыли тебя и все. Как будто вычурнули. Все. Прошел. Время прошло. Это... Человек меняется. Ну, ничего. Беды нет. Самое главное в том, что в тебе. Вот если есть приязнь, она существует, вот она остается. И ее же нельзя вот порушить. Нельзя. Потому что это жизнь прожитая, которая была. И остаются те эмоции, которые в тебе остаются, которые живут. И которые, ну, оставляют жить в тебе имя этого человека. Если они были не очень приятны, то извини, почему не вспоминать о неприятном. Конечно. Тогда другая песня. А вот у Вали вот это вот слияние вот этих... Один... Один Лева был сначала, Лева. Но потом как тут... А Давид Владимирович появился позже он. В 75 году. Я знаю. В 75 году. И вот тогда я тоже был потрясен этим человеком. Потрясен. Потому что он... Он как человек просто... Как человек меня заинтересовал. Удивительный. А потом уже, когда я узнавал о том, что он и с Козином, что он и с Ульшженко... Он мне говорил, что... Сережа, вы понимаете? Нет ни одного певца, который мало-малеско известен, которому бы я не аккомпанировал. Вы можете мне поверить. Я говорю, да я вам верю. Вот этот певец пел так. А вы пытаетесь что-то свое... Я говорю, Давид Владимирович, я понимаю так. Мы с ним спорили о романсах. Мы сделали с ним... Это перед его уходом уже. Это в 90-е годы. Это в 90-е годы. Перед его уходом мы сделали с ним целую программу романсов. Ту, которую я... В общем, так она и осталась в туне. Вот. И... Жалко, что... Некоторые я возрождал с другими аккомпаниаторами. Но... Вот так как Давид Владимирович... Кстати, и Леон тоже. Очень. Очень просто. Слевый. Удивительно. 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 Музыкальный. Музыкант он. Глубокий. Вот и счастье. Потому что мне есть с кем сравнивать. У меня в жизни и удача была и с Мишей Аптекманом поработать. И с Мишей Гусевым сколько лет дружить с ним. С Мишкой Гусевым. Потом... И с Мандрусом. Борис Яковлевич Мандрус. Глыба просто какая-то. Удивительно. И чудной доброты человек. Вот. Ну и с Давидом Владимировичем я... Вот Валя говорит, что она 20 лет дружит. Я так же был с ним дружен. У него понятие дружбы ни на миг не прерывалось. Потому что это круглосуточно. Можно было ему позвонить. Глубокой ночью. Сказать. Вот дайте Латинске. Такие-такие дела. Да вы что? Ну конечно. Все. Тут же. Хоть денег. Хоть чего. Пожалуйста. Первые ваши совместные гастроли с Ультиной Васильевной были в 79-м году. Да. По Дальнему Востоку. Город Благовещенск. Огнебогистрали. Какие у вас самые яркие воспоминания об этом событии? Яркие. Бам. 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 На бам. А почему? Потому что приходилось вертолетам, которые летел и перевозил на тросах пианино. Да. Да. И в воздухе болталось. Там 80 километров. Между городами. Ну не городами, а отправными точками, станциями. Между станциями 80-70 километров. 100-130. И вот на вертолете это потрясающе. Это что-то было просто. Настолько. А потом его настраивали опять. Давид Владимирович садился и играл. Да. Но иногда даже и дожди были. Его укутывали все. Да. Это просто. Вот это здорово было. Да. Сергей Васильевич, скажите пожалуйста. Вот Валентина Васильевна с 70-х годов начала исполнять дуэты со Львом Лещенко. Уже с 70-го года с Львом Серебренником. Вот лично вам, какие больше всего ее дуэты нравились? С кем? Если голоса сливаются. Потом Валя мне предлагает, давай споем вот это. Я говорю, нет, ты уж пой с Левой Лещенко. Или с Леней Серебренником. Пой я. Но иногда она, да вот уходит теплоход, например, она давала Саше Изотову. Еще тогда, когда он не уехал, он же потом уехал. Вот. А вот песня «Ничего не кончается» была с вами вспомнена в дуэте. Сначала с Кикабидзе была, а потом со мной. И еще с Изотовым тоже. Ну, это потом. Это потом. С Сашей Изотовым. Спасибо. А у них, кстати, сливались голоса. Саша Изотова был интересный композитор. Да. А вот это вот «Уходит теплоход» – это потрясающая песня. Не знаю, почему она так не… Популярна, так сказать. Да. Вот на какой-то второй план. Ну, песня-то потрясающая. Конечно. Безусловно. И очень хорошо они там пеют. Мы пробовали с Валей эту песню. Я говорю, не, Валя, нет. Потом у Лени немножко выше строй. Чуть-чуть выше. Под Валей, да. А мне было чуть-чуть это высоковато. Понимаете? Для меня, для моего голоса. Чуть высоковато. Лёва Лещенко, пожалуйста. Ночной звонок, мы спокойно пели. Спокойно. Потому что другой вот. Баритон-баритон. Звонок среди полночной тишины. Голос твой летит из дальней дали. Откуда ты? А я из той весны, Где мы любовь с тобою потеряли. Здесь, как тогда, сейчас заходит солнце. И в нашем парке дым цветущих сли. И мы вдвоём поездили, несётся Затумчивый, медленный мотив. ПЕСНЯ 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 Л2021 ПЕСНЯ Удивительным красивым, Чарует нас и манит за собою Затрунчивый, медленный мотив. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Спасибо. Сергей Ильич, вот такой вопрос. В 80-е годы Валентина Васильевна часто выезжала на гастроли В группу советских войск в Германии, в Чехословакии ещё, в Венгрию. Вы тоже там часто были. Все время. Да. Как-то отличалось все-таки выступление перед солдатами, если вы сравниваете с выступлением в Союзе? Или какая-то была особенность? Солдаты. Вы понимаете, солдаты, они все люди, когда они оторваны от корней, и когда они немножко живут в замкнутом пространстве, они душою тянутся и хотят. И тем более, если то, что они знают, у солдата не очень много времени для того, чтобы он мог послушать какие-то новые произведения. Ну, заняты службой. И потом, всегда, конечно, разница. Конечно, разница, живешь ты у себя в доме, в своей стране, или ты чувствуешь что-то, и тебе подчеркивают каждый день. А вот ты здесь, а вот мы здесь, а вот тут надо так. Армия есть армия. А в Германии родилась идея, как исполнять, если бы не было войны? В Германии, да, это было, сейчас скажу, в Вюнсдорфе, на репетиции. Кстати, тогда еще работал у нас Оскар Георгиевич Уоллин, конферансье он был. И вот я помню, что просили Жени Логовского, который был автором либретто «Русские женщины», один из авторов его идеи, так сказать. Он пришел на помощь Вале. Удивительно был человек Жени, очень мягкий, очень такой интересный, он творческий был интересен, Жени Логовский. И решить, вот как это. Это началось в одной из репетиций еще здесь, в Советском Союзе, в Москве. Но не было, не было. И Давид Владимирович как-то очень участвовал в этом. А как пришло вот это арпеджиато, вот этот, когда оркестр вот на какое-то вот, не на темповое решение, темповое решение, а именно вот начинать с того, что это должно как бы вхождение, вхождение в песню. И потом, вот по-моему, Волин как раз нашел вот это решение со спины, начинать со спины, начинать не в зал, а начинать спиной выходить к зрителю. Вот это вот, на этом арпеджиато. Та-та-та-ра-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Пам-пам-пара-па-па-па-па-па-па-па-па. Это было такое. Вот это было совместное решение, совместный поиск творчества, в котором принимали участие и Давид Владимирович Шашкин, и Азии, и Утлаговский, и Волин, и Марк Минков. Марк Минков, конечно, Марк Анатольевич, а как же, обязательно. И, ну, уже то, что кроме Вали, это никто так не работал. Ну, она вообще над вещами-то, над своими произведениями работала вдумчиво, очень скрупулезно, до каждого штришка. Вот, и это, конечно, меня, вот, меня как-то это удивляло, и меня заставляло в тех-то произведениях, которые я боял, наверное, тоже так же относиться, вот, к этому. А на премьере драматической оперы «Русские женщины» вы были в Москве? Я все время, я на каждой репетиции была. Как вы оцениваете вообще вот эту работу Владимир Васильевич? А она особняком стояла, и считаю, что это незаслуженно просто пропущенная для культуры вещь. Такого же никто больше не предпринимал. Хотя, ну, в другом плане были какие-то оперы, монооперы какие-то. Ну, а здесь-то все на русском фольклоре, русские корни. Вот это, и потом Валя настолько интересная была в нескольких ролях, один человек, в нескольких ролях сразу играет, разных, разноплановых, насколько палитра ее. Вот тогда и пригодился вот тот Логовский, вот он работал с Валей. И со словом, и Илюша Кадаев, конечно, очень много делал. Игорь Крутой. Весь оркестр на нем был. Там был Костик Ремец, который тоже дирижировал, но подготовительную работу Игорь делал. Игорь вообще музыкант-то будь здоров какой, от Бога, слава Богу. Сергей Васильевич, в конце 80-х годов, после того, как из ансамбля Леги ушел Игорь Крутой, руководителем стал Александр Стальмаков. Да. А как он вообще попал? Кто ему предложил? Ну, его Игорь нашел, по-моему. Игорь его предложил. Ну, Саша был, Саша интересный человек, очень интересный, но он другой, как бы, другой, другая субстанция, по-другому, все по-другому. Хотя Валя всех, всех приглаживала. Всех, все музыканты знали, что она никого не оставит в покое, обязательно добьется своего. Сергей Васильевич, в 92-м году Вы с Владимиром Васильевым ездили на гастроли в Австралию. Да. А кто пригласил? Кто был инициатором вот этой поездки? Помните? Миша Байден, у которого мы жили, который любил, я не знаю, сейчас, наверное, уже, его нет, наверное. Но потрясающий бы Лена, его жена, и Миша, и дети, их, удивительно, рожденные в Австралии, по-русски, плохо говорящие по-русски, ни их язык, ни их, в семье говорили. Хотя они, и Миша, и Лена говорили по-английски, замечательно, по-австралийски, потому что там свое наречие, свой какой-то. Изумите, для меня тогда открылся русский мир. Вот тогда, в той поездке, для меня открылся русский мир, что он есть, что он существует в других странах. Русский обиход, русские церкви, русские, все, русские обычаи, русская пища, несмотря на то, что из продуктов, которые не здесь выращены. Да, это интересно было. Пожалуйста, знакомьтесь с артистом Сергеем Толгуновым. Добрым словом улыбку в глазах, добрым делом везде не залишься, Даже в пути с тобою не праздник, хоть с тобою молчишь, да молчишь. И опять твои заботы от беды меня спасут, Красоту носят годы, доброту не унесут. Красоту носят годы, доброту не унесут. Словно вовсе не знаешь покоя, силы все отдаешь для людей. И встречаясь с твоей добротой, становлюсь я добрее, все добрее. Ничего, что не погоды, наши лица положут. Красоту носят годы, доброту не унесут. Красоту носят годы, доброту не унесут. Красоту носят годы, доброту не унесут. Без нее у меня много столь, без нее не прожить, но мы дня Стала самой большой красотой, добра, добра для меня. ПЕСНЯ С ней легче и взгоды, и тревоги отойдут. Красоту носят годы, доброту не унесут. С ней легче и взгоды, и тревоги отойдут. Красоту носят годы, доброту не унесут. Валентина Васильевна была все-таки сдержанным человеком, но иногда все-таки некоторым людям удавалось ее немножечко вывести из себя. Именно. Она творческий человек была. И очень интересная. Они подружки с Валей вместе были. И вот Валя иногда ее приглашала в качестве конферансье, ведущей в концерты свои. И вот, а она творчеством. Как это? А там, значит, над сценой два балкона. С одной стороны и второй. И вот у нее мысль такая. Надо вот эту птицу счастья, которая из этого, из дерева сделана. Видели такие птицы с распущенными крыльями, такие из дерева сделаны, в общем. И она решила, что с одной стороны она отпустит эту птицу, а с другой стороны, значит, цветы. Ну, это было не очень правильное решение, потому что цветы находились в воде. Птица-то пролетела, а цветы... Все, нам... То и не понравилось, что вдруг... Откуда это? Что это? Что ты, дурочка? Да. Кто это придумал? Это было смешно, да. Когда, я скажу, у тебя с балкона чуть не ударило этими цветами. Ведро плеснуло. В общем, весело было. Да. И пришлось... Ну, неожиданно. Вот так вот показывали свои чувства. По-разному, по-разному. Да, по-разному. И на колени перед вами. Спасибо тебе, матушка, что приехал. Наконец я могу умереть. Я послушал, посмотрел на тебя. Ну, вставайте, вставайте. Ну, парень говорит, у меня где-то краска по лицу, мне неудобно. Что это такое? То есть... По-разному люди воспринимали ее, знаешь, как свою. Это всегда только... Только вот через телевизор это бывает. Когда человек нравится, и ты... Вот... Тебя располагает к себе. И тебе кажется, что вот то же самое он должен к тебе чувствовать. За свою принимали. Это вот было такое, да. Особенно вот в 80-е годы. В 70-е, 80-е. Потом как-то появилось другое, на спад пошло. Потом это формат, не формат. Это вот это. А Валентина Васильевна очень любила водить машину. О! Она лихачила, когда вы рядом сидели? Я? Да. Нет? Ну, я... Я уж... Сейчас-то уже больше 50-ти лет за рулем. Я в 67-м году получил права. От этого... В Вале еще тогда ни машины, ничего не было. А у меня уже... Я уже тогда мог в эти... Вот когда... Она... Мы ездили, и впереди она сзади. Вот. Она плакала, потому что я быстрее уезжала. А мне приходилось возвращаться назад. И потом... Я говорю, вот тогда... Что ты едешь так? Я говорю, Валя, ну чего же я не могу... А я быстро езжу. Ну... А если она впереди, то тоже не догонишь. Никогда не думает о тебе, что ты там сзади. Я говорю, ну давай меняться, ну давай ты. А я не знаю, куда ехать. Да-да-да, я потихоньку. Всякое, всякое бывало. Маша говорит, ну давай. Сергей Сергеевич, в 90-е годы у Валентины Васильевны были этапные сольные концерты. В 92-м году «Не оставляй меня любовь». В 95-м году «Я Россинка, твоя Россианка», которая была посвящена России. И в 97-м году юбилейный концерт «Новая весна» Валентина Толкуновой. Во всех этих концертах вы участвовали. В 92-м году вы исполняли дуэтом «Ночной звонок». Вот. В 95-м у вас прямо было отделение ваше даже. В 97-м году вы исполнили замечательную песню «Мама, кто на свете тебя милей». Да-да-да. А вот все вот эти концерты, они тщательно-то готовились, какой-то большой... Да. Валя так относилась скрупулезно, что она, что зачем. Это не просто так, не было просто так, в проброс вещей не было, а проходящей нет. Да. Каждая вещь обязательно должна крюком быть. Если в вещи, в произведении есть крюк, который цепляет, цепляет за чувство. А Валя могла это делать из песни, вот такое произведение, которое цепляло не только головой, ты начинал думать, постигать, но и душою. Если этот крюк состоял, а у нее не было таких пробросов, очень редко, вот песен, которые в проброс, они, проходя, они и не оставались. А вот песни, которые цеплялись, люди сами просили эти песен, они хотели, они ждали этих песен. АПЛОДИСМЕНТЫ Мама 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 Мамка Мама Мама Если мой друг, ты недалеко, Все мне весней на душе легко. Любишь вспомнить иногда ты в час покоя Свои юные года, детство золотое. Вспомнишь ты, друг, отведешь глаза Тихо к губам скатится слеза. Можно в радости всплакнуть, Если же в ней много счастья у твоих детей. Мама, кто на свете тебя милей? Мама, кто на свете тебя добрей? Горе молчаливая, праздник хлопотливая. Мама, милая мама. А вот, мы тебя поздравляем сегодня нашим праздником, Потому что мы, твои дети, кланяемся тебе в ноги За то, что ты с нами и в радости, и в горе, всегда вместе. Ты не пропустила ни одного концерта. Ты участвовала во всей моей жизни и в Сережиной тоже. Мама, кто на свете тебя милей? Мама, кто на свете тебя добрей? Горе молчаливая, праздник хлопотливая. Милая мама, милая мама. Здоровья тебе и счастья. Спасибо. И вот я вспоминаю уже в 2000-е годы перед Валином, так сказать, уходом. Вот это было, наверное, в 2009, 2008, 2007. Молодые люди приходили, почему нас этого лишают? Вот вопрос в глазах. И вот этот вопрос, почему этого мы не знаем? Почему таких певцов мы не знаем? Почему нас лишает этого? Ну, вы знаете, наверное, если корни проводить, То, наверное, корни надо от советской власти, опять-таки, искать. Потому что там были удобные и неудобные певцы. Нужные и ненужные. Кто это определяет? Кто это знает? Никто этого... Надо, боженьки. Человек работает, значит, боженьки это надо. Человек, ну, может быть, он не столь известен, но он делает свое дело. Я очень радуюсь новым именам. Мне очень нравится то, что появились такие передачи, как голос, как вот детский голос сейчас. Слава Богу, пусть это будет, пусть пребывает. Это пребываем, от этого мы становимся сильнее. Понимаете? Мы становимся сильнее. Мы. Россия. В начале 10-го года Валентина Васильевна хотела сделать новую программу, посвященную военным песням. Да. Испомнить на 9 мая. А вы детали обговаривали? Как она, как спектакль? Сейчас скажу. Да. Она в это время лежала уже в Ботбитской больнице. Это был февраль месяц 10-го года. 22-го марта. Марта я не стала. И в один из приходов, я пришел с женой, с Лерой, мы пришли, Сережка, лежит такая красивая, красивая. К ней, к ее поклоннице, вот, приходили, массаж делали, там, маникюр, укладку какую-то, вот, красивая лежит такая. Я говорю, что, Валюша, я, мне сегодня приснился концерт, который мы 9-го числа обязательно сделаем. Ты у меня со сцены не будешь выходить. Я говорю, как это там, все решено. И все. Потом, ну, не до этого стало. Вот так, было так. Никто не думал, я, когда узнал это, ехал я к ней в больницу и ехал в машине. И вот посредине Сышевского вала я ехал в Боткинскую больницу. Я встал, включил эти мигалки и реву, реву и пишу стихи. Может быть, сейчас вы какие-нибудь прочтете, Савел Ильич, если помните. Ну, это, я помню, это... Было бы замечательно. Не согласен, со словом была. Не смиряюсь я с этой потерей. Просто вышла куда-то, ушла, а я жду, не закрыв свои двери. Одному теперь делать дела, одиночеством, время измерив. Не согласен, со словом была. И не верю, не верю, не верю. Не уйдешь от людей в никуда. Ты останешься песней, пропетой светлым голосом, Что иногда над Россией звучать будет где-то. Ничего не кончается, ничего не кончается, Ничего не кончается в нашей жизни с тобой. А деревья кончаются, а деревья кончаются, А деревья кончаются, в вышине голубой.